Всем привет! Для тех, кто меня не знает, я Оксана, и вы на канале Воронина Лайф. На днях у меня был день рождения. Я не люблю отмечать этот праздник, но у меня есть подруга, которая всегда настаивает на том, чтобы встретиться и посидеть. Она за любой кипиш, кроме голодовки. В итоге я сдалась, и мы решили посидеть и быстренько что-то приготовить. Точнее, планировала готовить я, но она решила мне помочь. В прошлом году было, кстати, то же самое. У меня есть видео, я оставлю подсказочку где-нибудь тут. Многим оно очень сильно понравилось. В итоге времени было очень ограничено, поэтому задача стояла такая, что приготовить все просто, быстро, вкусно, главное еще сытно и бюджетно. И я решила для вас заснять то, что мы в итоге готовили на праздничный стол. Сейчас это очень актуально, возможно, кому-то пригодится. Буду благодарна, если вам понравится, и вы поставите пальчик вверх. И да, совсем забыла сказать, для тех, кто впервые на моем канале, у меня не кулинарный канал, не мотивационный. Я никого ничему не учу, просто делюсь частью своей жизни. Поэтому приятного всем просмотра и отличного настроения. Итак, первое, с чего я решила начать, это приготовить закуску из лаваша. Для этого нам потребуется вот такой кусочек полукопченой колбасы, здесь примерно 150 граммов, кусочек сыра колбасного, сыр колбасный может быть абсолютно любой, укроп, но дело в том, что укропа больше мы не нашли, желательно побольше, тогда и рулет будет в разрезе, ну, гораздо красивее не было в нашей округе. Морковь по-корейски, на самом деле я ее просто забыла поставить, позже она появится. И майонез. Лаваш разрезал пополам, получилось 4 листа. Я сейчас его смазываю майонезом. Да, именно майонезом, потому что мы любим с майонезом. И с майонезом на самом деле очень-очень вкусно. Вот, кстати, и морковь по-корейски появилась. В итоге, после того, как я смазала лаваш, я его отодвигаю в сторону и буду сейчас натирать на терке колбасу. Колбасу. Она у меня в пленке, сейчас я ее почищу. Весь кусок использовать не буду, потому что буду смотреть уже по обстоятельствам. Разрезаю пополам. И попробую пока натереть один кусочек. Сразу же беру сыр, тоже разрезала его пополам. И натираю. Буду уже смотреть по объему, сколько получится. В итоге я считаю, что сыра вроде бы как и маловато. Решила натереть еще кусочек. От этой половинки еще половинку. То есть сыр еще останется. Здесь сыра примерно, наверное, грамм 100, мне так кажется. Потому что я когда в магазине я на развес брала, я на пальцах показывала, сколько мне нужно. Первый слой идет колбаса. Все равномерно распределяем. Далее берем еще один лист лаваша. Лаваш такой не особо удачный в магазине был. Ну, видите, он немножко рваный. Ну, ничего страшного. Утрамбовываем. Ну, не так, чтобы сильно, но все равно прижимаем слой майонеза. Все это дело размазываем. Здесь у меня майонеза немножко не хватило. Поэтому я решила добавить. Пожалела. И выкладываем также равномерно наш натертый сыр. И у меня можно заметить, что там кусочек сыра, четвертинка еще осталась. Также берем лист лаваша. Накладываем его. Прижимаем. И снова мажем майонезом. Я люблю, когда все равномерно, когда все углы промазаны. Потом мы берем морковь по-корейски и тоже равномерно раскладываем, но не толстым слоем, чтобы были проплешины небольшие, потому что иначе моркови будет очень много. Кстати, не важно, какая морковь на вкус. Вот в банке она не особо удачная была, а вот в рулете она получилась очень-очень вкусная. Снова кладем лаваш. Мажем майонезом. Размазываем все. Отодвинули нашу заготовку в сторону. И я немножко оставляю укропа, потому что мне понадобится он для другого блюда. И режу мелко укроп. Мелко, чтобы его получилось много. И выкладываем укроп на лаваш. Сколько есть. В любом случае это все будет ощущаться, но и много укропа тоже не особо хорошо. Получилось достаточно большое количество. Больше-то, в принципе, можно и не добавлять. В итоге я перевернула и по узкому краю начинаю скручивать рулетик. Он у нас уже пропитывается хорошо. Достаточно плотно я это делаю. У меня нет пищевой пленки. Ну, точнее, она есть, но ее осталось очень мало. Достаточно сложно с ней работать. И я решила все это завернуть в фольгу. Тоже плотненько утрамбовала. Утрамбовала. И убираю это все в холодильник. Буквально совсем на короткий промежуток времени. Итак, следующее, что мы будем готовить, это ингредиенты для салата. Соответственно, ветчина куриная, майонез, ананасы, сыр и чеснок. Здесь уже пришла помощь. Пока я чищу картошку. Ну, соответственно, Вера, это моя подруга, она помогает мне готовить. Режет ананасы. Кстати, я сама сейчас впервые это вижу, что она делает, поэтому не видела. Руки у нее чистые, да, она с ногтями. Но в любом случае мы готовим для себя. Поэтому без перчаток. Ногти у нее всю жизнь такие. Длинные, я имею в виду. То есть она берет кольца ананаса, режет их пополам. И потом такими кубиками, чтобы они получались где-то 1 сантиметр. Ну, сантиметр на сантиметр. Мелко не нужно, потому что они должны ощущаться. И все, что в банке было, там около пол-литра, что ли, банка объем, она все это изрезала. Ветчина. Здесь полкилограмма. Сначала она, наверное, половинку использует. Не знаю, может быть, больше возьмет. А вообще можно приготовить с куриной грудкой вареной, вообще с курицей. Можно с курицей копченой. Это тоже вкусно. Но мы, вот она, я, вообще муж у меня, любим именно с ветчиной куриной. Очень вкусно. Она нежная такая. Вот она ее разрезала пополам. Тоже, чтобы получились кубики примерно, ну, поменьше, чем сантиметр на сантиметр. Где-то, может быть, 0,6 на 0,6. Это был кусочек лишний. Камера трясется, извините, потому что кухня маленькая, 5 квадратных метров. Нас сейчас народу много. В прошлом году, когда я снимала вот этот... О, на хлебник пришел. Когда это все, я в шутку говорю, поэтому не воспринимайте всерьез. В прошлом году, когда я снимала тоже вот это вот видео, праздничный стол, мы разговаривали. Все это в процессе. Мы говорили, сейчас она чеснок берет и будет выдавливать в салат. Когда снимали, получается так, что разговаривали. Но дети как-то сильно не пытались нам помогать. А в этот раз, в этом году, они стали старше, им прямо хочется нам помогать. Они постоянно мне помогали. А кухня маленькая. Получается, что камера стоит на треноге и постоянно, и пол скрипит. Вернее, ходуном ходит. Так, сыр она потерла, чеснок положила и майонез. Соответственно, это все заправляет. И салат должен настояться. Потому что, если его сразу на стол подавать, он будет такой суховатый. Поэтому заранее немножко его готовим. Это я жарю гренки. Наши советские гренки из черного хлеба. Я купила хлеб сразу уже нарезанный, дарницкий. Вот пополам его порезала. И на сковородке с подсолнечным маслом. Здесь я ее попросила, чтобы она натерла чесноком гренки. Но я этот процесс не наблюдала, потому что гренки я пожарила заранее. Просто в этот момент я вставила этот кусочек. Но дело в том, что я бы немножко по-другому, конечно, их намазывала чесноком. Натирала, да? А она прямо, смотрите, разрезает чесночину. Экономит, экономит. И с обеих сторон. Я бы намазала только с одной стороны. Ну, как бы, ей виднее. Мне без разницы, как она делала. Главное, что помогало. И на этом этапе мы не сняли эти гренки. В итоге был тонкий слой майонеза, шпротина. А, огурчик был порезан слайсом. И шпроты. Ну, на столе уже потом это увидите. Далее она чистит селедку, потому что я селедку терпеть не могу чистить. Муж бы у меня почистил, но за счет того, что народу уже и так в кухне много, чистила она. И я решила нафаршировать яйца. Обожаю просто, вот когда они так нафаршированы. Я люблю, когда просто яйца пополам порезанные с майонезом. Это вкусно. А здесь получается, вот она треть селедки взяла и в тарелку ее переложила. Кусочками просто порезала. Остальную селедку она сейчас режет на стол. Просто на тарелочку. Потом мы лук сверху положим и все. Желтки добавляет в селедку. И вообще нужно было туда добавить укроп, который остался там. Но она этого не знала. Я ей просто сказала, что будут фаршированы яйца с селедкой. Вот она сейчас здесь начинает все дело перемешивать. Тут беру инициативу я в свои руки, потому что она очень аккуратно мешала. Здесь нужно было в паштет так все это дело превратить, силу приложить. А так как она у нас такая тонкая и звонкая, я помощнее. В общем, решила этим заняться я. Но вот она три или четыре яичка нафаршировала. Я в итоге потом все это дело вернула и покрошила укроп. И перемешала снова. Ну, можно было не делать этого, но я решила так сделать. Так, здесь уже еще один помощник, который пришел за яйцом. Вот, кстати, шпроты стоят из магнита. Нормальные шпроты. В дальнейшем они пойдут на бутерброды. Заранее мы это не делали, не мазали бутерброды майонезом. Почему? Потому что, чтобы они не были сырые. Здесь я, значит, делаю а-ля жульен. Это очень вкусное блюдо, очень безумно вкусное. Обжариваю лук до полуготовности. Вот я показываю, какой он у меня получился. Далее в эту же сковородку после лука я кладу грибы и шампиньоны, разрезанные на четыре части. Было полкилограмма шампиньонов. Грамм, наверное, 350 я сюда положила. Понятно, что это сейчас все дело ужарится. Вот уже начало ужариваться. Но я хотела еще отдельно пожарить шампиньоны уже целиковые. Поэтому немножко шампиньонов оставила. И вот до такой вот, знаете, не до полной готовности, а именно до полуготовности. Далее что я делаю? Я покупала в этот день куриную грудку. Вот четыре филешки. И я их режу на такие, типа слайсы, не слайсы, на кусочки. Неважно как, но чтобы они не были сильно толстые. И достаточно широкие. Ну вот специально показываю. Уж весь процесс показывать не буду, но чтобы вы поняли, какие кусочки получаются. Вот примерно какие-то такие. Можно было это все порезать. Я хотела выложить вот так и запечь в духовке. Это очень вкусно. Я обожаю жульон, жульон, жульен. В общем, в итоге я все эти четыре филешки израсходовала. Далее соевый соус. Буквально, наверное, три столовые ложки. Сейчас я это все делаю, буду мешать руками. Так что слабонервно мне смотреть. Да, руками, потому что так удобнее. Беру форму. На самом деле я в промежутке, значит, ну не в промежутке, я когда готовила, я разговаривала с Викой. Вика это дочь моего мужа. И в общем, я взяла форму. Сейчас выкладываю сюда грибы. Немножко остатки масла вылила, хотя у меня была целая бутылка еще, ну так, чтобы уж не выбрасывать. Выкладываю грибы. На грибы кладу лук. Все это более-менее равномерно распределяю. Спросите, зачем у меня на масле носок? Это для того, чтобы если отверстие, ну вообще любое отверстие, если большое, или поменьше, чтобы капли стекали на носок, можно носок поприличнее взять, он у меня, кстати, приличный. И, соответственно, не нужно будет ни салфетку подкладывать под бутылку, ни тарелочку, ну в общем, чисто в шкафу, когда масло не стекает, оно стекает на носок. Вот в общем, я выкладываю сейчас филе. Слоями вот так вот выкладываю, выкладываю, все хорошо. Далее я взяла тарелку, выкладываю сыр. Сыр чуть-чуть присолила, я не знаю, ну почему-то здесь не видно, но я его присоливала. И 3, может быть, 4 ложки сметаны. Можно с майонезом и сметаной, но я со сметаной. Можно добавить сливки. Вот теперь смотрите, что я делаю. Я это все делаю аккуратно. Покрываю сверху слоем сыра со сметаной. Очень аккуратно, все с любовью. Не сильно тороплюсь. И в итоге здесь, в этот момент, когда я уже это все сделала, собираюсь все ставить в духовку. Духовка у нас маленькая. Понимаю, что это блюдо не влезет в духовку. Я просто перепутала вот эти вот формы. И вот в итоге на заднем фоне белая форма, она поменьше. Позвала мужа на помощь. И он разрезает всю мою красоту и аккуратно перекладывает в ту форму. Ну, в итоге у него все получилось. Я даже не контролировала. Я просто ушла, чтобы не видеть это. Я немножко расстроилась. Но я знала, что он справится. Поэтому... И, кстати, да. Вот показу. Просила сына заснять пюре. Позже сюда вставляю. Пюре у нас было на горячее. И вот смотрите, в итоге наш жульен. Все там сейчас кипит и бурлит. Он уже приготовился. Поэтому я открыла. Он сверху запекся. Очень вкусно. А внутри он на дне. Такой жиденький получился. То есть, получается, кусочек ты целиком кладешь. И можно полить бульончиком. Очень вкусно. Это здесь я шампиньоны. Переложила в тарелку. Налила туда майонеза. Переборщила с майонезом. И вот пожарила на сковороде. Вообще, я этим занимаюсь в мультиварке. Но в данный момент было на сковороде. Смотрите, еще один салат. Очень вкусный. Его получается много. Он не сильно тяжелый. Ну, типа крабовый. Только без риса. То есть, кукуруза. Банка кукурузы. В данный момент я сейчас показываю, что я делаю. На самом деле, позже мы дорезали еще один огурец. И еще одну пачку крабовых палочек. Почему? Потому что, чтобы он не потек. Потому что там огурец. Решили сделать так. То есть, на банку кукурузы идет 2 пачки крабовых палочек. Если пол банки кукурузы, то спокойно можно положить одну пачку. Но все этот салат очень любят. Он такой легенький. Можно его много есть. Он, кстати, хорошо стоит. 5 яиц. 5, можно 6. Кому как нравится. Я это все люблю. Поэтому я могу много их положить. Здесь я режу один огурец. Но в итоге, позже был еще один огурец на этот объем. Просто квадратиками. Такими небольшими. Совсем небольшими. Ну и не мельчила. Муж как раз сказал, не измельчай сильно мелко. А то получится каша. И треть луковицы. Луковицу режу мелко. И потом мы ее ошпарили кипятком. Ну просто буквально на минутку, на две в кипяток положили и вынули. Не в рассол, ни в какое, ни в уксус, ни во что. Просто в кипятке. Вот он из блюдечка. Я его выкладываю. Он вообще не ощущается. Главное горе, чтобы ушла. Соответственно майонез. Далее все перемешиваем. И тут у меня помощник. Вот на фоне голубой нож лежит. Он дорезал огурец, крабовые палочки вместе с сестрой. И сейчас ему нужно это все дело перемешать. Это уже мы практически идем за стол. Но мешает он, прямо как кашу мешает. Поэтому я попросила, чтобы Вика помогла ему помешать. Вот идет помощь. А то думаю, сейчас все вообще в кашу превратится. Но салат на самом деле прямо очень вкусный. Вот и дети его едят. Хочет взять. И все. Наш праздничный стол готов. Это рулет. Он пропитался. Все было замечательно. Гренки. Там майонез, огурчик и шпроты. Это Вера привезла мамины соленья. Очень вкусные. Яйца фаршированные с грибочками. У меня была помидорка рыжего цвета. Вот я ее положила. Это салат, который с кровными палочками. Это жульен. Он просто получился бесподобный. Просто бесподобный. Очень вкусный. На 180 градусов. На 40 минут я ставила. Это торт, который мне подарили друзья. Мы из Иваново. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Это салат ананасовый. Это, значит, здесь у нас апельсин лежит. И зеленые мандарины с виноградом. Кстати, рекомендую. Тоже в магните продаются. С этой стороны тоже получается такая же закуска. И, естественно, селедочка. Я уже сверху положила морковочку по-корейски. А так селедочка под пюрешечку, под водочку. Очень вкусно. Я считаю, что стол получился просто замечательный. Все были сыты, довольны. Все было очень вкусно и бюджетно. И главное, и быстро мы приготовили. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. И можете подписаться на мой канал, кому интересно влоги смотреть. А сейчас я показываю вам торт в разрезе. Потому что в прошлый раз многие не увидели. Вот такой торт был очень вкусный. Творожно-сырный крем. Шоколадные коржи. Он просто был очень вкусный. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok